начинают сгибаться про масло так привет 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 еще раз дивулечки мои хорошие и снова с вами в эфире радио маяк сейчас я вот эту бумажку так вот разложу давайте пока ждем не будем начинать без остальных сейчас пока все присоединятся что у нас тут с этим я не знаю что у меня зарядкой я телефон зарядила по полной но прямой эфир в инстаграме жрет очень много зарядки поэтому как бы она у меня тут уже на пульсе стоит но так как у меня наушники еще торчат ну да вот он длиннее чем остальные почему длиннее чтобы вам было понятнее чтобы на культяпках то не показывать не оскорбила просто тебе ты же все равно сидишь дома что-то где-то ходишь что ли гуляешь привет девочки привет ой алиночка привет я хоть посмотрю тут готов я вас всех не видела я немножко пока жду уже вижу сериал кызла турки до сериал до эфиры кушают с аппетитом здравствуйте девочки всех кого уже знаю кого все наши спикеры девочки я вас всех люблю обожаю вы все прикольные мы кстати к сожалению не знакомы лично но мы все так познакомились на этом на марафоне очень близко поэтому такое ощущение как будто в живую со всеми пообщалась вот и сестрица моя здесь . привет так давайте еще чуть-чуть чтобы уже все зашли здравствуйте еще раз и мы продолжим как бы нам на третий эфир не пришлось заходить но другой ноготок я уже не буду показывать роспись я его просто квадрат то что мне потом его надо будет снять и заново сделать под овал чтобы как бы ребенок не хотел с таким эксклюзивом 9 овалов и один квадрат поэтому на вот этом квадрат была ты чем слушала какая у меня ученица невнимательная так значит смотрите она больше по биологии у нас ну конечно зубным врачом хочет стать ой танечка привет дорогая и тебе здравствуй у нас тут и германия есть с танечкой мы познакомились у нашей лена петровна в прошлом году в анталии на курсах по арочному наращиванию по пайпам провели классные три дня курса вместе вот и как бы вот дружим до сих пор так девочки отступление от темы закончилась у меня в заявке было написано жидкое золото почему жидкое золото потому что она выглядит вот так намешала я его сама я вообще очень любитель золотого цвета вообще везде во всем кто меня знают уже просто смеются говорит эльвир тебе там какую-нибудь побрякушку посмотрите допустим я даже ручку вот видите какая вот значит так я его вот этот вот свет добилась на камере немножко не будет видно его всей красоты какое на самом деле есть да вот но может быть вот так вот уже на свете будет смотрится она примерно от крамера все равно не передает смотрится примерно вот так один ноготок я прорисовала черным сделала такой как ободок но ребенок сказал не хочу мне понравилось вот так и я просто как бы для эксперимента а здесь мы сделали на черном деле просто отрывную фольгу ну как бы так попробовали вот три разных варианта изначально мой задуманный вариант вот этот и вот этот вот вариант я вам сегодня покажу вот черным прорисовку она не захотела но если вы потом захотите еще черным прорисовать то пожалуйста и можно будет еще добавить инкрустацию мелкими стразами если вы захотите как бы тут уже желание клиенты ваша фантазия я показываю вам основы саму технику рисования на не тоже акцента делать не буду потому что тут знаете как это уже такой момент ну как бы не особо это сложно все сначала я вам покажу что я смешала здесь вы можете покупать уже в готовом виде можете смешивать между собой вот такой вот момент но сейчас не буду его мешать палочку пачкать вот он какой-то такой бронзовый бронзовая краска с бронзовый оттенок мне он показался темноватым то есть золото он немножко не дает также у меня а вот тут я его пробовала смотрите вот видите он какой-то между сталью и золотом он красиво смотрится но тем не менее это не то что я хотела дальше у меня была вот такая золотая краска именно жидкая жидкая золото да это слишком такой как бы вариант я решила это все смешать но мне показалось мало вороне я туда добавила вот такую втирку обычная втирка с алиэкспресс девочки за три рубля не знаю сколько там она в рублях у вас стоит у нас там что-то что там 45 лет она у нас выходит не знаю сколько там у вас в рублях вот я это все смешала заранее уже я намешала чтобы вот не тратить на это время у меня получилось вот такое вот жидкое именно золото вот то которое я хочу в реале если так посмотреть она на самом деле крутое вот эти вот мелкие мелкие крупиночки там это не еще раз повторяю это не с блеском что-то как бы вот в блестящая краска именно с блеском идет да с глиттером это совсем другое это вот именно краска жидким золотом быстренько рисую показываю так сейчас мне надо что-то на поставить сюда чтобы у нас кисточка видите можно выражусь некрасиво дешманская кисточка с алиэкспресс рисует шикарно супер поэтому спокойно делаем золото доллары золото доллары да как помните у нас так напитали кисточку и пошли я рисую хаотично просто от фонаря вот как мне хочется капелька у меня уже есть блин какой он офигенный в живую вот я сейчас им рисую вам видно не видно я не знаю задаю как бы ну грубо так говоря такой вот сказочный ну лепесток что ли как его можно назвать да тут уже дело вашей фантазии кстати можете там вензель очки им рисовать если кто-то такой техника и обладает в принципе ну вот вот такого вот плана что-то мы начинаем прорисовывать так я просто кисточку еще так держу чтобы вам было видно поэтому рисовать мне девочки но честно сказать не очень удобно поэтому вы меня уж простите как там у меня что получится я вам показываю саму ну саму суть катя что-то у нас тут смеется уже на балконе катя будь лариса говорит кирпичи под мышки спрашивает ссылку на ли дайте где кисточку да я не помню девочки блин зашла там вела кисточки чего вылезла то и вылезла я потом вам в группу скину еще попытаюсь ну грубо говоря вот что-то типа такого вот и покажу вам еще как я клею камешки ларочка ты же любишь у нас камни да камушки лара да у нас лора михайловна очень любит камни так все отправляем отправляем лампу кто которая леночка леночка любовь моя привет вот ее я нянчила нас разница 6 лет я помню что я гладила ее пеленки и и дотронулась рукой до утюга и спалила себе всю ладошку нагладила пеленки сеструхи так все дальше у нас останется только топ и супер секретная техника покрытие кутикулы маслом не пропустите будьте с нами катя прям вот у меня переводчик вообще подробные всех комментариев девоньки я вас всех люблю и я вас всех люблю так сушиться в принципе недолго а подождите я же вам обещала а ну-ка я сейчас делаю камни 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 куда камни у меня там но потом станешь вне акрилда станешь прозрачен оттуда смотрите я работаю nail creation девочки подчеркиваю только тот кто с турции офигенный блеск дает единственное что у него есть липкий слой это база 2 в одном это и база этой топ вот так что можете использовать пожалуйста еще раз повторяю все вопросы в личку все расскажу потом по по материалу дам полностью обзор если кто-то у нас и заданы то после карантина у нас там планируются курсы пожалуйста можете записываться потом там тоже контакты куда так говорит масло будете показываете ли выйдете из-под камеры чтобы скрыть секретики конечно девочки начинаем наносить топ с кончика я это делаю вот сейчас очень медленно вообще конечно быстрее работаю чтоб вам было видно и понятно смотрите когда подходите к кутикуле по секундочку так так допустим не пальчики быстренько вытаскиваю наушники извините как меня слышно сейчас будет без наушников но лучше без наушников чем потом вырубится телефон вот так и так я продолжаю смотрите значит когда я промазываю топом катя где твой палец господи потеряла я его когда я промазываю пальчик топом я немножко вот так вот опускаю подожди я вижу только тут твой молодые воды хорошо ну стой не что дожди подожди 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 я его там потрогала все вот я немножко его вниз как бы клювиком своим вот кончиком да он смотрит в кончик стола и вот тогда у вас меньше риска будет того что у вас могут затечет вернее гель затечет финиш под кутикулу все промазали но я перфекционист по своему как бы по своей сути по своей натуре тут мне немножко вот пока медленно работы вообще работать быстрее я секунд на 20 опускаю смотрите для мастеров начинающих советую работать конвейером по одному пальцу ни в коем случае не мажьте 4 пальца и в лампу иначе пока вы до 4 дойдется у вас мизинчик уже затечет и надо будет естественно его поправлять и так далее это будет очень неудобно так отправляем в лампу кто-то наверное подожди не перебивай меня потом дальше работайте если вы будете выравнивать и более густыми топами у вас времени будет уходить больше работайте средней вязкости топами вот поработали по одному пальчику работайте конвейером просушили вытащили пока один пальчик в лампе у вас вы работаете с другим более опытные мастера я работаю по два пальца обычно то есть два пальца повернула развернула в лампу засунула стрелье следующие два промазу но не больше девочки иначе потом будут проблемы с затеками да как что-то мне это сказать на то что уже просушила ну-ка давай в лампу еще не выключился тючек он ужин литвен говорит это наверное kızлар тючек он и шам и орум литвам hani şey ben bugün саджер уж чекуна шабилерим безумара фон бону için лутфан тюрче конушен берестик варса лютфан тюрь имя пара yapabilir мисы ныз чок рица идиюрум апельсинка пешки или строгое учити да у меня бывает что я могу и наехать бы я очень такой человек лояльный но если меня вывести я могу где надо прям вот прям сильно наехать я очень дотошная не то что строгая дотошная я придирчивая почему потому что мне надо чтоб чаев вышел со всеми вдолбленными знаниями вообще в голову так что их потом оттуда ничем никаким кирпичом не выберешь поэтому да ну я такая лента же не понимаешь мы же делаем и я с ней живу бедная и она со мной живет давай руку все и теперь самый важный момент в нашем моделировании сегодняшнем девочки ну вот видно вам блин я же вам хотела камни показать то ну ладно уже снимаю липкий слой покажу вам тогда на другом пальчике самый важный момент промазать кутикулу маслом кстати важно не важный один из важных потому что кутикула у нас истончается ссыхается и ее надо обязательно увлажнить поэтому про масло не забывайте так как до этого мы клиента уже отправили скажем так грубо говоря образно говоря помыть руки то уже мы промазываем маслом все вот она вся секретная техника я сейчас своими руками до жирного масла дотрагиваться не буду все были заинтересованы да а лартик просто открывался прикиньте как промажь пожалуйста свою кутикулу да потому что я потом все равно сейчас обработаю потому что нам нельзя иметь дело с никакими жирными поверхностями не с какими жирными моментами потому что потом у нас это могут быть и отслойки то есть все должно быть обезжирено обязательно все должно быть дезинфицировано стерилизация должна быть ну девочки короче чё я вам объясняю уже все без меня знаете да я тоже строгая училка предупреждаю заранее я почти не хвалю а комментирую ошибки не обижайтесь виктор как я тебя рада видеть ты что-то так сегодня пропал то у нас сегодня на техническом моменте засел завис залип и мы сегодня без тебя скучаем так ну что посмотрели да все но в принципе вот показываю ноготочек так чтоб ребенку палец не сломать стыд спасибо тонкий визуально из-за того что правильно ноготь смоделирован он кажется очень нежным очень тонким очень хрупким но на самом деле вы видели сколько материала на самом деле вот его вот сейчас ну чтобы сломать это прям надо очень сильно постараться не знаю что надо делать чтобы этот ноготь сломать а визуально смотрится то есть внешность обманчиво да как бы вот все понравилось ну что приступим теперь а мои хорошие пассивочки я лари тоже как-то имела честь пару ногтей попилить вот теперь обрабатываем руки мастера-клиента может так уже для понтов понятно что до полного высыхания что девочки пришла моя младшая дочь и говорит скажи им что у тебя два ребенка это же ревнивая турчанка блин так что объявляю что у меня есть еще одна дочь я ее просто сказала чтобы она здесь не появлялась на кухне до окончания эфира вот она тут уходит ну что поделать все теперь я пожалуйста прошу не мешай мне выйти дальше что мы делаем здесь помним да что в принципе подготовка ногтевой пластины такая же как и при овале то есть разницы нет никакой но тут я поясняю понятное дело чтобы это уже и без меня знаете дальше сейчас я посмотрю точки в роста ну вот здесь у нас точками просто все нормально убираем свободный край девочки меня хорошо слышно я наушники сняла шпионка не до слова сейчас еще требует хлопья мне откройте я могу открыть хлопья откройте мне хлопья хлопья хочу иди объясни что здесь прямой эфир и тут некогда там отвлекаться на какие-то хлопья ну девочки я же говорю давай я же говорю что работаем я извиняюсь но пока я хлопья и не открою она тут сейчас на спокойно ставит мы работаем в полевых условиях домашних у нас у всех есть практически дети которые немножко нас отвлекают поэтому дальше и выйди пожалуйста я уже начинаю злиться тебя три страны так все тихо не смешно совсем давайте меня не отвлекайте дальше теперь готовим зону вас за кучу куда-то я очень хорошо слышать слышно видно да развернула ой я же фрезу не поменяла такая деловая колбаса 5-7 оборотов 5-7 тысяч простите оборотов но слышно блин да слышали за женщина что-то себе позволяешь старуха вот даже вида 41 года потом тебя назовут старухой собственные дети из лимбурга пишет так я уже заскучилась по всем вам танечка мы тоже по тебе соскучились с удовольствием вы с собой увиделись так я не комментирую уже подготовку ногтевой пластины потому что это уже я вам показывала поэтому работаю чуть побыстрее все видели то есть я без пилочки абсолютно полностью машинкой подготовила ногтевую пластину это то о чем я вам говорила экономьте на времени пожалуйста время это сейчас ваши деньги дальше что у нас идет дальше дальше у нас идет подготовка ногтевой пластины праймер выжимаем отжимаем промазываем помним что мажем мы его не густо иначе во первых получатся ожоги так как он у нас кислотный а во вторых у вас просто под кутикулу за чуть-чуть затечет материала это дальнейшие отслойки и так далее не забываем что ждем до полного высыхания праймера вот ждем сейчас пускал немножко вообще как бы я смотрю некоторые мастера дуют я дуть не советую потому что какие-то частички влаги с выдохом все равно попадают на ноготь ну я же говорю я как бы перфекционистка может быть это и такие лишние предосторожности но тем не менее я не советую дуть на ноготь вообще когда вы работаете не напрягай ноготь как пожалуйста пальчик у меня клиентка сегодня вернее модель немного так все ноготь у меня высох сейчас мы наносим базу как и в предыдущем ноготочке так еще раз повторяю базы я пользуюсь для наших турецких девочек маркой nail creation премиум класс материал поставка идет из голландии давай на секунд ставим а тем временем я не теряю время и подготавливаю уже нашу форму наш шаблон все посередине я его сложила а я знаете что вам покажу я покажу как я подмешиваю немножко блеска где он тут у меня я подвешаю я подмешаю вот такой вот вот такую втирку я подмешаю в камуфляж и получится такой красивый блеск у него что в принципе на него потом можно ничего даже и не рисовать и не ставите не делать вот особенно те которые любят минимализм клиенты они вообще от него тащатся так дальше я вам обещала показать как нам можно высвободить боковые валики да то есть можно их и не вас вам не высвобождать то есть и так можно ноготь смоделировать все-таки у нас не арочная наращиваю но тогда иногда бывает что но просто необходимо это сделать особенно вот посмотрите на таких пальцах как у меня ну как вот я могу не высвободить у меня многое тогда плюшкой получится и даже дело не в том что я там я арочные ногти хочу поэтому в любом случае как бы сегодня здесь нет особой вот прям особой необходимости но так как я хочу показать сейчас на этом ноготке квадрат я боковые валики сегодня высвобождать все-таки буду итак поехали изначально беру я держу я форму вот так подставляю я ее нам под под наш ноготь не будешь я буду вырезать смотрите давайте сначала я забыла я вам это покажу схематично вот он наш ноготь да вот он наш палец как мы подставляем форму форму мы подставляем немного наверх вот эти вот ушки наши вот эти ушки смотрите вот эти ушки они должны быть на уровне нашего пальца практически но они могут там на миллиметр 2 выходить но не выше для чего это нужно сейчас я расскажу это для тех кто не знает девочки не говорю что вы тут все такие не знающие но есть люди которые действительно начинающие которые этого еще не знают поэтому даже если кто-то знает повторение это мать учения вот мы форму подставили да теперь смотрите когда мы выстроим апекс апекс у нас начинается не вот здесь как это было раньше да вот такие вот ногти были а вот сейчас апекс уже усовершенствовался трансформировался и вот с этой зоны он уже перетек ближе к кутикуле тогда у нас ногти становятся более носибельные значит смотрите когда мы вытянем наш квадрат вот ну допустим до вот этих пор да вот мы вытянули наш квадрат вот он у нас получился жирной линии я сейчас рисую наш квадрат вот она видите смотрите как спрятан наш ноготок вот здесь то есть вот он наш ноготь особенно если он грубо говоря идет вот так вот как у коршу надо неровный то вот это вот наша стрессовая зона она полностью будет укреплена вот такой толщиной материала но при этом за счет того что форма у нас наверх поднятая кончик у нас будет тонкий апекс у нас будут на месте и вот здесь вот эстетически красиво смоделированный ноготок разницу поняли почему мы ноготь под квадрат ноготь поднимаем наверх дальше сейчас я вам показываю это уже на модели уже непосредственно на практике что я делаю подставляю естественно я стараюсь большой пальчик чуть хлиру пить я начала большой пальчик всегда с ним работать не очень удобно но тем не менее помним да вот смотрите я ушки чуть-чуть приклеила не проклеив форму внизу не проклеивайте никогда не забывайте момент иначе форма у вас просто уйдет в мусор потому что если вы сначала ее проклеить и потом поймете что у вас есть косяк и вам надо ее передвинуть а она у вас стоит уже намертво особенно если это качественного производства формы то все у вас она уйдет в мусорку дальше я поверну ну девочки поворачиваю вы не видите а мне все-таки надо будет это увидеть я поворачиваю ставлю на логоток тыльной стороной разворачиваю руку клиента смотрю все у нас там ровно и только тогда хочу что вот так и только тогда я проклеиваю форму нашу под пальцем проклеила в принципе и здесь нам высвобождать боковые валики не надо но я обещала вам показать поэтому я все-таки своими уже тупенькими ножницами вот смотрите на вот этот на вот этих формах чем они мне нравятся уже здесь есть разметки до боковые разметки я загоняю диагональ диагональному так вот по диагонали все отгибаю вы видите я уже боковой валик я его высвободила он у нас вылетел все вот это вот если надо там поправили что-то видите то есть у нас ноготь смоделированный уже получится красиво то же самое я делаю вот так по маслу но девочки там такая запись стоит на курсе что я не знаю уже на следующий год все расписано даже несмотря на карантин гречко и смотрите вот видите как у нас села форма где моя знаменитая апельсиновая палочка как у нас села форма видите вот это вот место вот это все будет заполнено нас гелем но тем не менее когда мы подойдем к самому кончику кончик у нас будет тонкий изящный красивый с минимальным опилом далее я не буду вам показывать уже на сказать прозрачки так просто сразу показываю как я вытягиваю подложку смотрите не обязательно промазываем обязательно нет потом мы не сушим этот слой мы обязательно промазываем втирающими движениями точно так же мы набираем капельку ставим стык ногтю это будет у нас квадрат и квадрат все равно мы будем потом спиливать поэтому как бы будем переделывать я вам показываю уже на коротком квадрате уж точки в роста очень внимательно вот разметочка у нас тут есть работать с этими формами просто нас тут у юли пилочки самопиливающиеся а у меня формы которые сами ногти выкладывают и то же самое с другой стороны еще раз обращаю ваше внимание не пренебрегайте точками в роста то есть не сами точками роста вот работы с ними потому что тоже очень важный момент и потом у вас могут быть проблемы если вы неправильно их проработаете вернее зоны в точках роста ну пусть шутят это же классно когда на эфире весело это же супер нет я потом почитаю я пересмотрю эфир я в любом случае все перечитаю мне самое интересное что они там говорят я прям как тот и этот знаете когда свадьба идет весело только гостям хозяевам нифига не весело и они вообще не кайфуют и не понимают вообще что происходит поэтому я как тот этот знаете мне на эфиров хорошо а когда сама проводишь я же на другом сосредоточена все отправляем в лампу на 30 секунд пусть немножко схватится и достаточно я вам обещала показать как я буду замешивать сюда вообще тут в принципе показывать нечего но нужно это на пальцах рассказать меня все равно займусь лирикой смотрите нужное мне количество вот этой вот муки я туда скинула можно кстати и моего любимого золото туда кидаю тоже будет неплохо вот покажу что это будет я прям банку потому что у меня там остатков совсем мало осталось красота аккуратненько девочки чтобы не было пузырьков мы просто начинаем вот это все вымешивать можете это сделать я если у меня банка геля полная естественно это сейчас вот из-за того что мало осталось я могу себе такую роскошь позволить не вот обычно я несколько капель таких достаточно больших куда-нибудь на палитру или даже на крышку или у меня есть пустые банки я их не выкидываю и я там замешиваю но здесь я вот так чтоб не было пузырьков потому что пузырьки потом не дадут вам спокойно работать я замешала практически без пузырьков все вот если вам видно потом оттенок вот этого супер ского вот дальше может подряд оставить ну хочешь квадрат хоть вот пожалуйста модель говорит нож квадрата с там хочешь квадрат ходи саму квадрата время мы не потеряли хоп-хоп открыли форму убрали аккуратно не надо за форму дергать подложка довольно таки тонкая она у вас просто-напросто может потом она потом просто-напросто может у вас отлететь вместе с формой и смотрите когда вы подложку наносите я забыла вам такой важный момент еще сказать когда вы подложку наносите вы старайтесь наносить вас здесь не про сгорачка вы уже работаете основным материалом до тем которыми будете продолжать моделировать ноготок вот это вот подложка когда у вас форма немножко должна в подложке уже все я ее сняла не получится показать она должна просвечиваться разметка чуть-чуть должна светиться для того чтобы потом вот здесь из-за того что это камуфляж у вас не было никаких сырых капель которые могут не просохнуть понятно дальше у нас все собаковым вот так ракурсом возьму мы смотрите помним про нашу вот эту вот ямку вы можете немножко повозиться как бы на так сказать на вот этом этапе но потом вы не будете возиться с господи с опилом смотрите вот это вот наше место которое вот как уточки наверх они поднимаются надо заполнить поехали видно вот так не забываем что мы делаем с вами сначала совсем маленьким количеством геля вот мокрой кисточкой сырой мы сначала просто промазываем затем мы с вами берем небольшое совсем маленькое количество вот где-то примерно вот так ставим вот в эту ямочку и начинаем распределять так вот сейчас прочитала там я так периодически на экран смотрю девочки я рада но приезжайте в турцию пожалуйста господи у нас только вы собрали топ копы топ копы у нас где у нас там булья в анталия как раз будет повод погулять девочки я тут час и ложу потому что обычно я это делаю быстрее того чтобы вам было понятней поэтому я работаю так вот прям настолько медленно насколько возможно чтобы вы все смогли уловить смотрите что у нас получилось ровная подложка видите вот сейчас вот эту вот яму я заполнила все быстренько отправляем лампу отправили в лампу просушиваем буквально 30 секунд нам будет этого достаточно пока мы сидим вы это я сижу вы будете работать конвейером естественно пока у вас один пальчик будет в лампе вы будете заниматься другим пальчиком да кстати вот это вот давайте я вам так крупным планом хотите закон законспектируйте вот эту вот вернее за скриньте вот этот момент этого квадрате вообще важный момент да и многие этого не знают вот все у нас 30 секунд прошло вот на этом моменте на этом этапе вот тут уже я делаю опил и не знаю оставлять мне или не оставлять красиво катит это потом определишься оставлять тебе или не оставлять вот нижние параллели тоже на этом этапе я захвачиваю смотрите что у нас тут получилось где у меня тут сейчас секундочку убираю немножко пыль помню что пыль это наш враг видите вот у нас хочешь не хоть шарка у нас уже вышло ну немножко она она не такая кривая как вот я вижу сейчас на экране она в живу и все равно искажает ракурс искажает как бы она экран она вживую она более ровная потом даже ее сфотографирую арочку и вам пришлю потом скину в группу так что мы делаем дальше опять каждый раз когда мы хотим положить новый слой перед этим мы должны оттягивая кутикулу промазать промазали набираем небольшую капельку ставим в стык кутикуле практически но очень близко даже если не в стык то очень близко и начинаем подталкивать вот такими вот движениями и создавать наш бортик грубо говоря все не просушивая девочки набираем каплю побольше ставим каплю и начинаем распределять смотрите в кутикулу я уже не лезу я и вам тогда говорила почему мы это все делаем вот в кутикулу я уже не лезу и в боковые валики я уже не лезу почему потому что бортики я там уже сформировала они обтекли гель выровнялся и получилась та форма которая мне нужна когда я подхожу уже ближе к краю то я на нет свожу материал то есть сюда я плюшкой никакой вот вообще не плюхаю и не переживайте если где-то у вас там что-то получилось не так всегда можно опилить то есть это вот методом тренировок у вас все со временем получится опилить всегда можно не обязательно клиенту там что-то докладывать и говорить так вот тут я сейчас немножко вот я работаю медленно поэтому он немножко течет и плывет обычно я делаю это все быстрее чтобы он не успел не успел растягся растечься вернее так так что там у меня на экране подожди 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 вот этот момент с переворачиванием надо поймать но девочки когда переворачиваю там вам где-то может быть да я уже это поняла сейчас вам все будет видно я вот сейчас уже переверну обратно все сильно долго не могу показывать после просушки покажу иначе у меня весь смоделирование ноготок у нас просто потечет все вы видите как он блестит вот если вам видно было да вот это вот мы завершали причем он не дает от слоек там как бы все нравится очень мне этим материалом работать два года я уже на нем сижу честно говоря на самом деле не смешно в турции у нас очень большая проблема с хорошими материалами вообще как бы вы очень везучий в этом плане потому что у вас кать положи еще раз потому что это у нас камуфляж камуфляжный гелий камуфляж и он у нас может не просушиться на самом деле большая проблема девочки потому что сколько время кать то есть что-то так не очень если как раз успеем я сейчас пока приготовлю этот возьму свой даже лариса говорит то что ты волшебница все вообще огонь сивочки ларочка вот у вас такое разнообразие марок по любому карману можно найти себе тот материал который хотите у вас разнообразие у вас вообще все вы в этом плане очень действительно везучие в турции с этим проблема поэтому я такая счастливая что я нашла лору михайловну нашу я ее вообще люблю и обожаю и материал который у нее покупают уже так все снимаем липкий слой накатывая тут себе смотрите бы ликвидна более-менее ровно может там где-то какие-то погрешности есть но тем не менее апекс на месте эстетика у ногтя есть даже арка у нас получилось вы видите как вам такая техника если я еще раз говорю что если вы как бы где-то там ошиблись и где-то что-то не доделали то можете потом это все спокойно допилить это можно всегда сделать так ну что вот тут вот тут у меня затек он чуть-чуть вот сейчас я его тут выберу положи пожалуйста туда тут еще что же любопытная варвара но я сейчас там выберу конечно видите не нужно никакие не трубочки не прищепки ничего так дальше на этом этапе что вы там будете делать если вы не хотите пилить если у вас вы заранее уже подумали что у вас будет все это без опила вам это ничего не нужно поэтому вы определяетесь уже сами на каком этапе вы будете делать маникюр я тут еще раз говорю я на маникюр акцент не делаю в этом случае вот тут я немножко из-за того что у меня я там возюкала его сюда-сюда у меня получился небольшой затек он нам даст под слойку поэтому его я хочу убрать здесь буквально смотрю дорабатываю бафом видно вам видно мне не очень потому что я хочу его к себе вот так подтянуть ага деловая почему дорабатываю бафом потому что немножко кутикулу здесь трену спасибо делать конечно школа крутая мы же апельсинки варновые дети так вот нижние боковые параллели убрали аккуратненько покажу толщину вы видели да что толщину я не снимала вы видели сколько материала я туда бухнула но много тонкий тонкий смоделирован правильно-правильно красивый красивый ну понятно что пока он еще у нас пыльный надо немножко будет его оформить так вот так немножко стищу тут уже я просто не хочу тратить время нашего эфира на маникюр поэтому мне не интересно эта сфера очень сильно я больше по моделированию как бы я не люблю ни гель-лак гель-лак у меня если только покрытие вот ну вот на такое вот на такую процедуру отдельно гель-лак я практически не делаю очень редко у меня в принципе клиентов таких методов если кто-то из близких совсем сильно просит но девочки кто чисто гель-лаком занимается не обижайтесь ну не мое я вот я по архитектуре я по арматуре как я это называю я люблю арматуру я люблю выстраивать я люблю ногти менять внешний вид их и страшно делать красивые грызунов люблю вот все теперь покрываю топом не снимая липкого слова слоя буду делать камешки потому что у меня нет собой без липкого слоя топа поэтому я на него буду делать ничего у меня вон там все держалось и на выставку когда мы поехали опускаем чуть-чуть помним да мы на выставку когда поехали вон девочки видели дау и у ларисы в принципе все держится месяц был моим ногтям я ногти не успела сделать в лампу на 60 секунд вот я не успела сделать но ничего у меня там все держалось ничего не отвалилось и все у меня всегда держится я замешиваю в топ но более густой либо в баллоне эпизод все но и Продолжение следует... 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 смотрите вот это вот первый вариант наш овал с обещанным жидким золотом можно расписать так как вам было удобно и вот это у нас уже квадрат сколько у нас там времени осталось кать 8 минут девочки я снимаю телефон секундочку переворачиваю камеру до спрашивают а вот такое большое все за маслечка маслечка вот вот видите какой объем 78 по моему грамм него миллиграмм здесь ну да это вот все nail creation девочки у меня есть с вами пообщаться буквально 7 минут потом я буду выходить для того чтобы суметь вернее успеть сохранить наш эфир я почитаю ваши вопросы уже когда буду просматривать потому что не все вопросы я увидела пишите какие вопросы вас именно по технике интересуют пишите в чате задавайте в чате вот я на все вопросы с удовольствием отвечу потому что чат я читаю основательно я читаю все сообщения пожалуйста девочки всем пожалуйста ларочка и тебе спасибо всем присутствующим девочки кто сегодня был всем большое спасибо за внимание что вы нашли время и как мы вам время уделили вы тоже уделили нам время потому что для нас это тоже искусство вот поэтому если никаких там больше вопросов у вас нету могу еще с вами немножко по бла-бла-бла потому что у нас еще есть целых шесть минут девочки всем вместе взятым спасибо и пожалуйста тоже и всем по отдельности если я кого-то там обошла уделила не завидела не обессудьте потому что очень тяжело как бы и следите за ногтем и за камерой там поэтому у меня весь все внимание было больше все таки все ясно когда у матросов нет вопросов но все-таки может быть где-то что-то пропустите пропустили девочки все кто леночка тебя тоже обнимаю тебе большое спасибо потому что моим большим пятком пинком под зад в жизни это все таки было ты как наверное в принципе но для многих нас тюрьки я чок тысячи киридируем будем данным ли олдну зачем чок тысячи киридируем вот вам тоже всем большого здоровья я потом все равно пересмотрю эфир еще раз повторяю все вопросы можно будет выложить в личку господи в чат к нам и все кто потом в будущем будут смотреть этот эфир всем тоже большое за просмотр девочки мальчики не будем дискриминировать потому что иногда мужчины тоже как бы интересуются данной темой вот спасибо всем ну что тогда мы наш эфир будем завершать я вас всех люблю всех целую вот я с какими позорными ногтями сижу ну что делать решили что есть пока возможность немножко дать отдохнуть ноготкам под шумок под карантин все равно дома вот давайте тогда всем пока встретимся на следующем эфире сегодня не забываем что у нас в по моему в 19.00 если я не ошибаюсь да по расписание девочки поправьте мне если неверно по моему в 19.00 у нас будет следующий эфир вот и мы с вами встретимся уже на следующем эфире я вас всех жду и там я присутствую на всех эфирах наших спикеров вот девочки спикера которые сегодня были и поддерживали меня за поддержку всем большое спасибо я думаю что карантин как я его уже назвала это карантин возможностей даст нам возможность еще почаще уже встречаться в эфирах поэтому эфир я завершаю всем спасибо за сердечки спасибо и вам вашей семье тоже спасибо девочки я просто не успеваю даже ваши имена читать там же никнейм короче мне так как бы пока соображу кто где я только уже читаю именно русский текст сам все девочки выходим или еще что-то хотите мне сказать ну все я вам дам возможность отдохнуть по это потому что насколько там у нас еще пару часиков до следующего эфира дело идет к вечеру вам наверное ну как по москве у нас тоже по москве вам еще все таки наверное надо будет уделить внимание вашим семьям покормить детей мужей как бы у кого есть то может быть собачек выгулять может быть как бы какие-то еще свои дела все-таки перекусить отдохнуть переварить информацию и уже с новыми силами не забывайте спасибо большое не забывайте с новыми силами все таки еще поприсутствует еще на одном нашем эфире со вечерние эфиры девочки проводить я вам говорю немножко труднее поэтому наши девочки которые вещают вечером они все-таки стахановцы потому что и сами уже к концу вечера уставшие и вы тоже уже немножко уставший до до вас надо как бы информацию донести поэтому вечерние эфиры на самом деле немножко труднее для вас и для нас вот такая вот я хитрая прямо серединочку выбрала 33 часа дня я вас всех люблю вы тоже все у меня классные подписывайтесь не забывайте следите я буду по мере возможности выкидывать какие-нибудь маленькие мастер-классы для вас какие-нибудь посты полезные для вас полезной информации если есть какие-то определенные темы в каком направлении вы хотите постов больше пожалуйста об этом тогда дайте мне знать чтоб я знала в каком направлении все-таки мне работать я сейчас выключаюсь боюсь что просто вырубит осталось полторы минуты все-таки я хочу для вас этот эфир сохранить напоминаю что доступен он еще в течение 24 часов кто не успел то посмотрите пока мама ты судит баба а